Старец советовал, когда надо с кем-то серьезно поговорить, стараться выбирать мягкие слова, чтобы не вызвать враждебность. Он приводил такой пример. Если вам надо кому-то сказать, что он обманывает, не говорите ему, что он говорит ложь, потому что, естественно, такие слова вызовут в нем чувство обиды, подтолканных к возражениям. Скажите ему, что он говорит не совсем искренно. Снисходительность является в деле спасения великим оружием для всех нас. Милость, которую не спасывает нам Бог, мы, в свою очередь, также должны раздавать другим, подобно тому, как раздается антидоп в храмах. Милостыня. Должен ли я, Геронда, постоянно подавать милостыню, постоянно оказывать экономическую поддержку тем из своих ближних, кто живет в нужде? Я задаю вам этот вопрос потому, что, как вы знаете, мое финансовое положение не совсем блестящее. Когда у тебя есть возможность, помогай материально, но больше оказывай тем, кто находится рядом с тобой, вот какую помощь. Разговаривай с ними, выслушивай их, когда они хотят рассказать тебе о своих трудностях, высказать тебе свою боль. Посиди с ними вместе, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Несправедливость. Ты его несправедливо обвинил. Он не был вором. Старец Порфирий сказал как-то пришедшему к нему человеку, что он видит, что тот в своей жизни сделал какое-то зло. Посетитель ответил ему, что никогда не чувствовал, чтобы совесть его в чем-то упрекала, и что на протяжении тех 30 лет, когда он является владельцем одного магазина в Афинах, он был всеми уважаемым торговцем. Этот человек не помнил, чтобы он совершил какой-то нехороший поступок. В своей деревне, спросил его старец, ты не сделал ничего худого? Нет, ответил он. Наша семья жила в достатке. После смерти отца все перешло ко мне. Но для того, чтобы вы поняли, что я неплохой человек, приведу вам один пример. Как-то раз наш управляющий украл по тем временам значительную сумму, и я не передал его в руки полиции. Конечно, я уволил его, потому что нельзя же было оставлять вора смотреть за хозяйством. Тогда отец Порфирий спросил его, ты сам видел, как он крал эти деньги? Нет, отвечает он. Но я был уверен, что их украл именно этот человек. Только он знал, где мы держим деньги. Тогда старец говорит ему, нет, эти деньги украл не он. И ты, уволив его, навлек позор не только на его имя, но и на всю его семью. Поэтому тебе нельзя теперь причащаться телу и крови Христовых. Настоящим виновником кражи был другой человек. Поэтому этот торговец немедленно отправился в свое село и там перед всеми селянами оправдал управляющего, с которым он, естественно, по неведению поступил так несправедливо. После этого он пришел в храм и причастился святых тайн. Грехи, грешники. В доме терпимость. Я расскажу вам одну историю, которая раскрывает величие души отца Порфирия. Много лет назад, накануне богоявления, старец по обычаю ходил освещать дома. Заходя по порядку в каждый дом вдоль улицы, он сам того не зная вошел в один дом, который оказался домом терпимости. Когда он запел «Спаси, Господи, люди твои!» и стал кропить всех святой водой, хозяйка заведения стала говорить ему «Нет, нет, нет, нельзя, чтобы эти девушки прикладывались ко кресту». На что старец ответил «И я не знаю, можно ли им прикладываться ко кресту. Так же, как не знаю, можно ли тебе прикладываться». Находящиеся там женщины поцеловали крест и отец Порфирий сказал им несколько слов. Он говорил о любви, о любви к Богу. Это была его самая любимая тема для проповеди. Видя перед собой исполненный святости лик старца, женщины почувствовали некое происходящее внутри них изменение, особенно когда он сказал им «Любите Христа, который вас любит, и тогда вы увидите, как вы будете счастливы, если вы бы знали, как любит вас Христос. Постарайтесь и вы возлюбить Его». Старец Порфирий знал, что если бы эти женщины познали и возлюбили Христа, потому что знание ведет к любви, они бросили бы свою бесчестную работу.